Музыка Очередной сбор продовольствия и предметов первой необходимости завершился на базе Центра Афганец. Гуманитарная активность няганцев остается беспрецедентной. Всего за несколько месяцев удалось собрать 193 посылки весом почти 3 тонны. У нас очень отзывчивый народ, не только нашего города Нягани, но и Октябрьского района, и Березовского, и поселок Таллинка. Все оказываются действия, приносят посылки с детским питанием, продуктами, средства личной гигиены, одежда, обувь, какие-то канцелярские принадлежности приносят. То есть все то, что необходимо людям. Люди нуждаются. И это, конечно, большая работа, большой объем работы. Большой объем работы организаторам сбора помогают осилить добровольцы всех волонтерских объединений. Команда в составе более 20 человек. Выполняла работу фасовщиков, упаковщиков и грузчиков. Проверила продовольствие на соблюдение сроков годности, рассортировала, упаковала, а в день отправки помогла погрузить в транспортное средство все приношения неравнодушных людей. ГУМ-корпус активно принимает участие в сборе посылок для солдат, для мирных жителей ЛНР-ДНР. И также они сопровождают эти грузы. Собиралась несколько месяцев гуманитарная помощь. И бывало, волонтеры приходили с утра и только вечером уже возвращались домой. Сегодня сбор помощи проходит по двум направлениям. Как для мирных жителей, так и для участников спецоперации. Причем благотворители, как правило, высказывают пожелания, кому они хотели бы адресовать свою посылку. Большая часть груза собрана в поддержку российских военнослужащих. На регулярной основе помощь тем, кто на передовой оказывают ветераны боевых действий. Поддержать нужно обязательно наших ребят. Везде, кто сейчас в данный момент отдает, как говорится, долг тоже в военных точках наших. Ну а для этого, как вот такие мероприятия, чтобы они всегда были, как сказать, уместны. И все видели, что мы действительно будем всегда на страже, как говорится, всегда поддерживать. Я являюсь непосредственно сам участником боевых действий. И по своему личному опыту, скажу, эта поддержка играет очень значительную и немалую роль. Она очень важна, она действительно ощущается. И когда какой-то возникает даже упадок сил во время боевых действий, просто накатывает усталость. И вспоминаешь, даже приходят от детишек письма со школ абсолютно незнакомых регионов. Там незнакомые дети пишут, читаешь какие-то их письма и понимаешь, что там простые детские слова поддержки. Но они такие искренние, что реально они придают сил, бодрости, стойкости духа. И хочется двигаться дальше, как говорится, выполнить поставленную задачу и цель. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Список востребованных вещей остается прежним. Это средства гигиены, одежда, канцелярские товары и нескоро портящиеся продукты питания. Следующая югорская гуманитарная миссия на Донбасс запланирована уже в сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok